Добрый день! Сегодняшняя наша новая тема называется «Характеристика отраслей мирового хозяйства». Сегодня ты на уроке узнаешь об отраслях мирового хозяйства. Какие отрасли входят в авангардную тройку? Ты научишься давать характеристику отраслям мирового хозяйства по плану. Рассмотрим план характеристики отраслей мирового хозяйства. Во-первых, нужно описать значение отраслевой состава. Во-вторых, ресурсы и размещение отрасли. В-третьих, распределение по регионам. В-четвертых, главные страны-производители. В-пятых, факторы, влияющие на размещение отрасли. В-шестых, перспективу развития отрасли. Познакомимся с отраслями мирового хозяйства. Первая, топливно-электроэнергетическая промышленность занимается добычей горючего топлива и производством электроэнергии. Машиностроение занимается производством машин и оборудования для промышленности и предметов потребления для населения. Третья, химическая промышленность занимается обеспечением материалов и технологий для промышленности. Все эти три отрасли по-другому называются «авангардная тройка», потому что регулирует экономическое развитие государства. Рассмотрим топливно-энергетическую промышленность. В ее структуру входят нефтяная промышленность, газовая промышленность и угольная промышленность. Вторая отрасль – электроэнергетика, производит электроэнергию, включая такие отрасли, как теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции и альтернативные источники энергии. Нефтяная промышленность – это отрасль топливной промышленности, продукция нефти, экспортируемые материалы, экспортируют страны Ближнего Востока и Средней Азии. Нефть добывают в странах, как Россия, Китай, США, Мексика, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Нефтедобычие ведется у источников, нефтепереработка ближе располагается к потребителю. Нефть транспортируется с помощью нефтепровода и железными дорогами. Нефть является главным сырьем для химической промышленности и топливом для электростанции. Следующая отрасль – газовая промышленность, является частью топливной промышленности. Газ добывается как в природных способах, так и в металлургических комбинатах. Газ легко транспортируется на большие расстояния с помощью газопровода. Также газ является экологически чистым продуктом. Газ добывают в следующих странах. Это Канада, США, Россия, Нидерланды, Великобритания и Туркменистан. Угольная промышленность – это отрасль топливной промышленности. Основной продукт – это уголь. Уголь необходим как топливо для металлургических комбинатов и электростанций. И также является сырьем для химической промышленности. Уголь легко транспортируется железными дорогами и доставляется потребителю. Как мы видим на слайде, ведущие страны по добыче – это Китай, США, Россия, Германия, Польша, Украина и Казахстан. Следующая отрасль – это электроэнергетика. Рассмотрим видеоматериал об источниках энергии. Электроэнергия. Пятая часть производимого топлива используется для раздельного производства электроэнергии и отопления. По сравнению с другими видами энергии, у электричества много удобных свойств. Электричество применяется во многих отраслях хозяйства. В сравнении с другими видами энергии, спрос на электроэнергию возрастает год от года. По этой причине достижения в производстве электроэнергии должны значительно опережать достижения в других видах хозяйства. В мире используются три вида электростанций – теплоэлектростанции, атомные электростанции и гидроэлектростанции. Теплоэлектростанции располагаются в городе по причине того, что транспортировка отопления на расстояние свыше 20 км невыгодна. Поскольку теплоэлектростанции выделяют чрезмерное количество углекислого газа, загрязняется окружающая среда. Электроэнергия транспортируется в любое место по высоковольтным электропроводам. В зависимости от потребности электроэнергии в определенном районе можно обеспечить поставку конкретного количества электроэнергии. Поэтому станцию теплоэлектроэнергии располагают поблизости от топливной базы и потребителя. Следующий тип электростанций – гидроэлектростанции. Двигатели гидроэлектростанции можно временно приостановить и в нужное время вновь запускать. С экологической точки зрения этот тип станций не выделяет загрязняющих веществ в воздух, однако в определенной степени изменяет окружающий ландшафт. Электроэнергия не производится равномерно в течение года и вместе с тем добывают ее только после заполнения водохранилищ. Так как гидроэлектростанции строятся на реках, они зависят от природных условий. Строительство гидроузлов также наносит вред с экологической и социальной точки зрения. Большая территория может быть затоплена водой. Перенаселение местных жителей в другую местность требует значительных средств. Следовательно, при строительстве крупных электростанций необходимо учитывать ряд специальных норм и требований. Третий тип мировых электростанций – атомные электростанции. Атомные электростанции – тяжелый узел высокотехнологичной производственной связи. Его называют циклом атомного топлива или атомной энергетикой. У атомной электростанции есть множество выгодных сторон. Она потребляет немного топлива. Благодаря транспортировке малого количества атомного топлива, ее можно строить в любом месте. Однако строительство атомной электростанции требует особой осторожности. Атомные электростанции расположены во Франции, Бельгии, Венгрии, Словакии, Республике Корея. Также имеются альтернативные источники энергии, которые работают на геотермальных источниках в Исландии. Ветровые и солнечные электростанции расположены в США и во Франции. Ветровые электростанции также находятся в Нидерландах и Великобритании. Следующая отрасль мирового хозяйства – это машиностроение. Основная продукция – это машины, оборудование, инструменты, контрольно-измерительные приборы. Отрасли машиностроения тесно связаны с наукой и новыми изобретениями. Отрасли машиностроения сосредоточены в следующих регионах – Западная Европа, США, Япония, Восточная Европа. Основные факторы, влияющие на отрасли машиностроения – фактор наукоемкости, так как требуют новых изобретений, новых технологий. Рассмотрим отрасли машиностроения. Включая отрасли автомобилестроения, судостроения, учислительная техника, электроника, точное машиностроение, приборостроение, транспортное машиностроение, станкостроение. Остановимся на некоторых из них. Автомобилестроение ведущая роль принадлежит Японии, Германии и Соединенным Штатам Америки. Следующее транспортное машиностроение выпускает локомотивы. Лидерами по производству локомотивов являются Индия, Турция, Бразилия и Аргентина. Следующая отрасль электроника выпускает продукцию, использующую электроэнергию, то есть бытовую технику. Лидирующие страны Япония, Китай, Республика Корея, Бразилия. Химическая промышленность, отрасль, которая использует сырье, топливная промышленность, нефть, газ, уголь, а также сырье из металлургических комбинатов. Химическая промышленность, факторы, влияющие на нее, сырьевой, потребительский, трудовой. Но основной фактор – экологический, потому что большинство продукций химической промышленности небезопасны. Следующая. Химическая промышленность подразделяется на следующие отрасли. Горнохимическая добывает фосфориты, апатиты. Основная производит кислоты и соли. Органическая химия производит полимеры. Производство химических реактивов, производство резины и топлива. Лакокрасочное производит сырье для красок и пигментов. Бытовая химия производит синтетические моющие средства. Химико-фармацевтическая производит лекарственные препараты и средства защиты населения. Основные регионы размещения химической промышленности, как мы видим на карте, Северная Америка – это Канада и Соединенные Штаты Америки. В Штатах располагается более 200 нефтехимических предприятий. Следующий регион – Западная Европа. Это Франция, Нидерланды, Германия. Нефтехимические предприятия располагаются в морских портах, потому что работают на привозном сырье. Следующий регион – Юго-Западная Азия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты. Четвертый регион – Восточная, Юго-Восточная Азия. Лидером является Япония. Производит продукцию нефтехимическую полуфабрикаты. Китай производит продукцию основной химии. Сегодня мы познакомились с ведущими отраслями мировой экономики. Которые называются «Авангардная Тройка» – топливно-энергетическим комплексом, машиностроением и химической промышленностью. Давайте мы закрепим полученные знания. Первое. Какая промышленность включает добычу ископаемого топлива, нефти, газопереработку? А. Машиностроение, Б. Химическая промышленность, С. Топливно-энергетический комплекс, Д. Сельское хозяйство. Ответ. С. Топливно-энергетический комплекс, С. Топливно-энергетический комплекс, Д. Сельское хозяйство. Ответ. Машиностроение. Третье. Для какой промышленности нефть, газ, уголь является сырьем? А. Металлургия, Б. Машиностроение, С. Химическая промышленность, Д. Сельское хозяйство. Ответ. Химическая промышленность. На этом наш урок завершен. До новых встреч! Третье.